МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОРК. Истинные шедевры домашней коллекции. Доброе утро. Приготовили груши, сельдерей, творог и кедровые орешки? Можно не кедровые, можно совершенно любые, но кедровые, честно говоря, очень хорошо вот этот вот привкус, который у них есть, такой хвойный, замечательно сочетается с грушей. Да, как ни странно, груши вообще любят пикантные вкусы и запахи. Небольшую горсть кедровых орешков обжарим на сковороде без масла. Главное, про них не забыть, они очень быстро горят. Творог президент. Очень мне нравится такой творог, работать с ним одно удовольствие, готовить из натурального цельного молока никаких добавок. Вкус такой, как в детстве. Так, пол пачки такого творога, где-то 200 грамм. Слегка растереть ножкой, отставить в сторону ненадолго. Одна палочка сельдерея. Порезать мелкими кусочками, прям такими кубиками, почти размером с кедровый орешек. Вот так изрубили мелко-мелко сельдерей. Вы наверняка знаете, что сельдерей, оказывается, когда мы жуем сельдерей, то мы тратим калорий больше, чем мы от него получаем. Поэтому сельдерей невероятно полезный. И просто такие вещи, для тех, которые мечтают сбросить пару-тройку лишних килограммов, незаменимо. Смешали сельдерей с врагом. А теперь займемся грушами. Груши разрезаем пополам. Вот так вдоль. Сначала удаляем просто сердцевинку, чтобы нам ее выбросить. А теперь делаем из груши такую вот лодочку, скорлупку. Мы ее будем начинять нашим творогом. Вы, наверное, уже об этом догадались. Орешки. Вот, замечательно. Успели, слава богу. Снимаем, чтобы они остыли. Лучше всего для этого их положить на холодную тарелку. Мякоть нашей груши. Мы рубим так же мелко, как мы порубили сельдерей. Отправляем изрубленную грушу в творог. Добавляем сюда несколько листиков базилика. И для цвета красиво. Вообще, посмотрите, какая нежная-нежная, по-настоящему весенняя получается у нас с вами такая цветовая гамма. Сюда же сок половинки лимона. Между прочим, можно чуть-чуть спрызнуть грушу, чтобы она не потемнела. Многие диетологи рекомендуют грушу с утра, потому что груша, как и персик, помогают проснуться нашему желудку и кишечнику. Поэтому вот этот завтрак как раз для тех, кто думает о том, что нужно жить правильно и здорово. Итак, вот у нас практически готова начинка. Только добавить сюда чайную ложку экстра-верджин оливойл борхес. Очень хорошо тоже сочетается с грушей. Как я же сказала, груша любит пикантность, которая присутствует в таком оливковом масле. И, естественно, немножко соли, совсем чуть-чуть. Вот это вот сочетание сладко-соленого. Ну а теперь все совсем просто. Тарелка. Фаршируем груши в рогу. Присыпаем кедровыми орешками. Украшаем листочками базилика. Если у вас остались листочки от палочки сельдерея, еще лучше, будет еще красивей. Желаем друг другу приятного аппетита. Едим грушу с творогом и кедровыми орешками. А на завтра приготовьте рис, маскарпоне, молоко, ванили, кардамон. Приятного вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова